Шансы минимальные, но все-таки они есть. Из-за этих шансов надо цепляться. На встречу с администрацией предприятия «Орлай-Тайка» Брещанин Игорь, как и другие участники, пришел с надеждой найти новое рабочее место. Как правило, на таких мероприятиях присутствуют те представители производств, которые заинтересованы подобрать в свою команду наиболее перспективных специалистов, чему способствует личное общение. Как показывает практика, подобные открытые диалоги имеют положительный эффект. У нас было проведено с начала года пять дней предприятий. Это у нас пятый день предприятия уже проходит. Где-то по результатам, я в общей сложности скажу, было трудоустроено порядка ста человек на вот эти предприятия, которые мы приглашали сюда. Предприятие «Анрекс» уже сейчас у нас обучается группа станочников деревообрабатывающих станков. Уже пошли ребята на обучение с последующим трудоустройством. Планируем еще одну группу для этого предприятия тоже обучить с последующим трудоустройством. Предприятие «Орлайт-ИК» появилось на промышленной карте региона относительно недавно. Располагается оно на территории свободной экономической зоны Брест. Изготавливаемая здесь светодиодная лента пользуется популярностью за рубежом. И спрос в их случае превышает предложение. Именно поэтому предприятие расширяется и ищет свой коллектив новых сотрудников. Женщин на участок сборки продукции, мужчин со знанием радиоэлектроники и навыками ручной пайки в производственный цех. Предприятие будет расширяться, будет закуплено еще дополнительное оборудование. И до конца года мы планируем еще набрать где-то человек 50-60 новых работников. На данный момент у нас работает более 50 рабочих, то есть предприятие будет более 100 рабочих мест. Практика проведения дней предприятия будет продолжена. Подробную информацию об организациях участников можно получить в Управлении по труду занятости и социальной защите Брестского горосполкома. Продолжение следует...